Всем привет дорогие друзья! Счастливого вам Хэллоуина! Сегодня 31 октября и это праздник монстриков! Как я его чаще всего люблю называть праздник монстров! Будь самим собой, будь уникальным, будь монстром! Да, я знаю эту фразу из одного мультика, но она меня зацепила больше всего. И так что сегодня у нас в обновлении конюшни Юрвика, теперь можно купить старых лошадей, потому что Фердинанд наконец смог найти всех своих убежавших от всадника без головы лошадок. И со мной кто-то здоровается, и я не люблю, когда ко мне просто так подходят и здороваются. Ну ладно, ничего страшного. Потом, цитадель всадника до сих пор осталась, она до сих пор в рабочем состоянии. Если вы не успели обменять кристаллы души или осколков души, я уже точно не помню, чтобы собрать этот замечательный комплект, который сейчас на мне и на моей лошади. Всё, кроме маски и вот этой тыковки с бантиком. Это весь целиковый комплект. Ах, ну да, ещё кроме шляпы. По мне так это очень замечательный комплект, и я советую вам пойти его и собрать, потому что, ну смотрите, это просто замечательный комплект. Этот самый Хэллоуин, эти нагавки, уздечка. Смотрите, какое седло в виде крылышек летучей мыши и уздечка. В общем, давайте бегом до следующей среды. Вы должны успеть обменять кристаллики на подарочки. Их, по сути, это всего немного. Нужно лишь немножечко постараться. Потом дальше по обновлению. Нам показывали в прошлую среду, 25 октября, кажется, статью о том, что собираются обновлять наших старых юринских лошадок. К сожалению, на сайте в сегодняшнем обновлении это показано очень странно. Это показано так, как будто вроде бы уже давно обновили. Просто нам об этом напоминают. Но нет, нам просто напоминают о том, что вот была статья, и почитай-ка её, потому что скоро их обновят. Я лично уже жду не дождусь, потому что по этим скриншотикам, которые были на сете, они такие милые. И вообще очень хочется посмотреть на то, как будут выглядеть наши юринские лошадки в новом виде. В очередном новом виде. И, кстати, когда обновят юринских лошадок, насколько я поняла по статье, у вас будет возможность бесплатно поменять окрас, масть вашей юринской лошадки. Это очень хорошая вообще идея, что вот они целиком и полностью обновят модельку, и у вас будет возможность как в первый раз бесплатно поменять ей облик. Потом, что ещё из нового в обновлении? Да, помните, я говорила, что призраки куда-то делись? Так вот, ничего страшного, просто они немножечко задержались в пути. Призраки снова с нами, вон один из них летает как раз. Так что сейчас, собственно, как и каждый год, мы подойдём к нашей любимой всеми бабуленьке миссис Холдворд. Холдворд, я просто не помню фамилии, простите меня. Миссис Холдворд, вот, даже так. И выполним у неё квест. Ох, прости меня, я не увидела тебя. Я выслеживаю провидения, которые я видела здесь раньше. Ты говоришь, что провидений не бывает? Хе-хе-хе. Бывал мой, бывает мой дружок. Многие не верят в их существование. Но я уверяю тебя, что они существуют. По крайней мере здесь, в Юрвике. И особенно в это время года, бедненькие провидения прямо-таки кишат здесь повсюду. Боюсь ли я? Нет, нисколечко. Существуют очень вредные призраки, но в основном они потерянные, грустные и хотят только одного, возвратиться обратно в свой мир. Сейчас есть очень много призраков, которые заблудились в нашей мире, и это очень грустно. Я пытаюсь помочь всем им. Но я уже так стара, что не осиливаю много. Ты хочешь мне помочь? Как это хорошо с твоей стороны, Дарья? Призраки, которые получают помощь, обычно отдаривают своего спасителя подарками. Ведь это позорно в их мире быть неблагодарными. И поэтому, если ты протянешь руку помощи, тебя отблагодарят. Ты можешь начать помогать призракам, которые находятся здесь поблизости. Они невидимые, пока ты не подойдешь совсем близко. Но слушай внимательно, и тогда сможешь услышать их издалека. Они очень быстрые, но если ты подъедешь к ним очень близко, они остановятся, чтобы рассмотреть, кто это. В этот миг поторопись, поговори с ними, и если ты будешь медвительный, они не унесутся прочь. Когда тебе удастся остановить их, поговорить, вот этот логический куплет, послушай его, но подойди сначала ближе, чтобы я смогла прошептать тебе его на ушко. Это сильная магия, и поэтому я не хочу, чтобы кто-либо посторонний услышал это. Хорошо? Бармотание, бармотание, бармотание. Ты запомнишь это? Повторить еще раз? Ну хорошо, тогда запоминай. Бармотание, бармотание, бармотание. Я теперь запомнила? Хорошо. Призраки, похоже, держатся между моим домиком и районом чемпионата. Поищи их там и возвращайся назад, когда ты поможешь им возвратиться в свой мир. Да, но все как всегда задания не меняются, и все-таки это бабулька другие. Я вот прям знаю, но не может обычная бабулька столько всего. Так, значит, вот наш призрак. Он показывается нам, потому что он по заданию. Все остальные призраки будут нам недоступны. Так, нажимаем на него. Буууу! Нас пытаются напугать. Но мы не боимся. Бармотание, бармотание, бармотание! Ты шепчешь куплено для призрака, которым ты научилась у миссис Холдворд. Просто. Просто. Ох, что? Где это я? Это не мой дом. Ох, я вижу теперь дорогу домой. Я еду сразу же. Подождать? Кто это? Это с тобой я говорю? Это ты спасла меня? Спасибо, я должен уже уехать. Но примета дар благодарности за твою помощь. Прощай. Прощай. Падам! Ой, это мелодия. Мелодия, что призрак с чистой совестью и с чистой вообще уверенностью вернулся к себе туда, откуда он пришел. Насколько усадников. Ну как там прошло с этим бедненьким призраком, Дарья? Ты говоришь, что он вернулся в свой мир. Как хорошо, если бы ты не помогла ему, то он остался бы в нашем мире еще несколько недель. Правда же, это так невероятно, что достаточно было прошептать несколько слов, и он был спасен. Ты получил от него награду? Дай-ка посмотреть. Что же это? Смотри, какой красивый подарок. Теперь, когда ты уже знаешь куплеты, Дарья, ты можешь помочь всем маленьким призракам, которым только встретишь. Их очень много. Они растерянные, и их не всегда легко найти, но каждый призрак, которому ты поможешь, отблагодарит тебя. Пожалуйста, помоги всем призракам, Дарья. Они здесь только в это время года, и поэтому будет лучше, если ты успеешь помочь многим из них. Удачи тебе. О, нам дали кристаллик души? Ой, как мило. Маски, маски. Так, надо перетащить все эти маски. Это потому что мои маски. Это я купила эти маски. Слишком много слов маски. Так, это мое. Мое, мое. Сейчас все перетащим это вниз, чтобы мы понимали, что нам дарят, а что нет. Так, это тоже вниз. Штанишки тоже вниз. Ага. Получается, нам подарили кристаллик души. Так, я знаю, что есть карта призраков, и я ее сюда вставлю, чтобы вы могли вообще сохранить ее себе, сфотографировать, где расположены какие призраки. И так их будет очень-очень проще найти. Сейчас я не буду бегать по всем призракам сразу, потому что, ну, это обзор на обновление. Давайте мы посмотрим, что же дальше. Нам добавили в пещеру контрабандистов у Бобы задание. Здесь нету роба, и это очень странно. Также еще есть задание у замка в Серебряной Поляне. Встретимся там. Также к нам вернулась одна из двух сестер, Эф, со своей комнаты страха. Так что идите к замку, проходите сквозь проход, находите эту дверь, и рядом с ней будет стоять Эф. Возьмите в нее задание, чтобы пройти комнату страха. И лишь в это время года Баронесса открывает нам доступ к одной из самых старых комнат в своем замке. Так что не забудьте зайти к ней в гости. Замок доступен после того, как вы освободите Линду из замка. Не забудьте вводить это задание, тогда вы сможете поучаствовать в этом представлении. Пожалуй, это все новости сегодняшнего обновления. Спасибо, что были с нами. С вами была Даналия. Не забывайте чистить своих площадок и угощать их морковкой. А также делать им всякие костюмы на Хеллы. С вами была я, опять же Даналия. И мой конь, Великий Орел. Всем хваст с праздником. Счастливой ночи. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.